Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Только что глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимреза выступил с обращением к жителям республики. Но об этом чуть позже в нашей программе. А пока другие вести. В субботу состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Казима Шаманова. И один из вопросов касался сложившейся ситуации в центре медицины катастрофы и скорой помощи Черкесска. Подробнее о пресс-конференции мы расскажем завтра. А сейчас комментарий министра по ситуации в скорой помощи республиканской столицы. Требования сотрудников были большинство из них обоснованными. Я считаю, что все эти требования и все эти вопросы возникли из-за недоработки, из-за недопонимания руководства и сотрудников. Требования были вполне обоснованы. Я еще раз говорю, вполне изменить категорию средств индивидуальной защиты на ту категорию, которой мы сейчас пользуемся в ковидных госпиталях. Этот вопрос я с ними вчера встречался, я и сегодня встречался с сотрудниками. Мы решили. Вопросов, как многие я читал или где-то пытаются озвучить о том, что основной вопрос был по материальному стимулированию, я в разговоре с ними не сказал бы. Да, конечно, это важный вопрос для нас, для всех. Что мы получаем за нашу работу? Но это для них был не основной вопрос. Это улучшение условий труда. Буквально вчера мы с ними прошли, посмотрели и, в принципе, этот вопрос решили. Социальные гарантии тоже мы обговорили. Мы с ними обозначили ряд вопросов. Вот я скажу, как было. Мы обозначили сотрудниками ряд вопросов, которые были поставлены передо мной как министром, и мы вместе будем с ними контролировать их решения. То, что было сказано, что они увольняются, как они сами сказали, это была попытка привлечь к себе внимание. В данной ситуации, в которой сейчас находится республика, вот с теми, с кем я разговаривал, они мне однозначно сказали, что они бы не оставили бы республику, в каких бы условиях они не работали, не оставили бы без медицинской скорой помощи. Я им за это благодарен. То, что несмотря на вопросы, которые у них возникали, несмотря на недопонимание, какое в коллективе было, решения однозначно бросить все и уйти у них не было. В этом недоработка. Есть всех тех, кто на сегодняшний день находится в руководстве здравоохранения, в том числе и моя. Если вовремя, наверное, не отреагировал этот, но вчера в разговоре мы друг друга поняли. И на сегодняшний день я считаю, мое мнение, после разговора с сотрудниками, что конфликтная ситуация улаживается. Я не скажу, что полностью все мы решили. Нет, мы составили вопросы, мы идем по ним, решаем. Есть вопросы, которые можно решить сразу, есть вопросы, которые решатся в течение нескольких дней. И они это знают. И мы вместе будем это решать и дальше работать. Действительно, у сотрудников, из-за инвегаторского центра медицины, который остался в сфере медицинской помощи, возникли вопросы о сложности при обслуживании заводства зрения на коронавирусную инфекцию, либо с подружением на форму локови. Ситуация достаточно сложная, только у нас в республике, но и во всем мире. Данная ситуация возникла с целью обратить внимание на те вопросы, которые возникли в работе. Мы с сегодняшний день изговором с нашей организацией, совместно с Министерством управления Коричево-Черкесской республики, для этих вопросов не разрешены. Часть вопросов не стоит за разрешение. Хотелось бы сказать, что не на одну минуту работа станции с полной медицинской помощи, оказание экстренной помощи в населении нашей республики не прекращалось, не приостанавливалось. Мы работали в полном состоянии. Каждый из наших сотрудников дает свой полный отчет и ответственность в том, что в такой период сложный для всех, они не отказывались от оказаниями медицинской помощи и работали в полном состоянии. Как заявил, как пожелать всем, самое главное – здоровье, терпение и силы. Данный вопрос стоит и на контроле у прокуратуры республики. У нас на рассмотрении в прокуратуре города находится несколько обращений. Спасибо, что вы более уточнили их в новом обращении. Мы туда, скажем так, присоединим и в рамках общей проверки рассмотрим все эти доводы. Я могу со своей стороны и со своей стороны своего коллектива гарантировать, что мы проведем эту проверку с привлечением специалистов полно, качественно и всесторонне. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Спасибо, что я услышал, как говорится, другую сторону медали. Поэтому с учетом этого мы уже полностью знаем, в каком русле нам дальше двигаться. Ну а сейчас возвращаемся к главному событию последнего часа – обращение главы Карачаева-Черкесии к жителям республики. Уважаемые земляки, дорогие жители Карачаева-Черкесской республики. Хочу обратиться к вам, к каждому жителю республики и проинформировать о текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. На сегодня это 1137 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Более 300 человек выздоровело. К сожалению, от коронавируса в инфекционных госпиталях умерло 6 человек. Первое и самое главное, о чем хочу сказать – это текущая готовность учреждений здравоохранения и медицинских работников к такому серьезному испытанию, как коронавирус, с которым все страны мира столкнулись впервые. На сегодняшний день у нас есть в наличии 630 коек для госпитализации и лечения больных COVID-19. Это существенно выше установленного Минздравом норматива в 466 коек. У нас действует 4 инфекционных госпиталя, осващенных всем необходимым медицинским оборудованием, медикаментами для лечения. Сейчас мы готовим дополнительные койки в лечебных учреждениях республики для долечивания и реабилитации больных COVID-19. Главное требование – их обеспеченность кислородом, диагностическим оборудованием. Медицинскими кадрами, разумеется. В этот непростой период мы много раз убеждались в том, насколько героически и мужественно выполняют свой врачебный долг медицинские работники. Врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники скорой помощи. Каждый из них заслуженно слышит в свой адрес много слов благодарности за спасенные жизни, за возвращенное здоровье. Я хочу еще раз искренне поблагодарить за ваш труд, за то, что в сложнейших условиях пандемии вы прежде всего думаете о своих пациентах. Спасибо вам. Правительству республики, главам городов и районов дано поручение держать на личном контроле оснащение больниц, поликлиник, всем необходимым для работы не только с коронавирусными больными, но и с теми людьми, которым сегодня требуется медицинское обслуживание. Минздраву республики необходимо обеспечить своевременную выплату заработной платы и всех положенных доплат, как федеральных, так и региональных, для медицинских работников, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Считаю недопустимой ситуацию, сожившуюся на станции скорой помощи города Черкеска, когда коллектив озвучил вполне справедливые требования относительно условий своего труда и колоссальной нагрузки, которая легла на их плечи. Министр здравоохранения лично отвечает за реализацию пошагового плана решения возникших у коллектива вопросов. И все эти вопросы будут решены. И на сегодняшний день уже решаются. Много вопросов поступают ко мне лично, по другим каналам связи, в связи с очередностью тестирования. Скажу вам абсолютно точно, что лаборанты и специалисты Роспотребнадзора, всех других наших лабораторий работают почти круглосуточно. Мы начинали стать тестированием в день. Сегодня эта цифра составляет порядка 800 человек. Уже на этой неделе мы доводим объем тестирования до 1 тысячи. Усилим мощности действующей лаборатории Роспотребнадзора. Уже приобретаем дополнительное оборудование, увеличен штат сотрудников для других лабораторий. Также мы продолжаем постоянно приобретать средства индивидуальной защиты. Если в первое время дефицит ощущался, потому что были сложности в их приобретении, то сейчас каждый днем мы наращиваем как объемы, так и запасы средств индивидуальной защиты. Хотел бы поблагодарить тех людей и организации, которые помогают республике в приобретении оборудования и средств индивидуальной защиты, а также просто неравнодушных людей, которых в нашей республике оказалось немало. Теперь о принятых на сегодняшний день решениях. Вы знаете, что до 1 июня 2020 года, до сегодняшнего дня, мы продлевали в республике режим самоизоляции и временных ограничительных мер. Считаю, будет правильным, если мы продлим эти ограничения еще на неделю. Но при той тенденции, которая у нас наметилась сегодня, когда мы видим, что мы проходим пик заболеваемости, я очень надеюсь, что уже к 8 июня, а может быть и раньше, мы сможем выйти на те три рекомендованных требования Роспотребнадзора, которые позволят нам перейти к первому этапу снятия ограничений. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, я понимаю, что все устали, но я также понимаю тревогу людей, за своих родных и близких, которые сейчас болеют. Еще одна неделя ограничений и самоизоляции для кого-то будет трудной, а для кого-то станет спасительной. Всегда нужно помнить о том, что не соблюдая масочный режим, социальную дистанцию, общаясь с друзьями, не организовывая на предприятии санитарно-эпидемиологический режим должным образом, мы можем стать причиной заражения не только себя, но и своих близких. Особенно это опасно для старшего поколения. Я очень благодарен нашему духовенству, духовенству нашей республики, которые проводят огромную работу с верующими. Ваше мудрое слово в этих условиях становится особенно ценным. Я благодарен тем общественным организациям и объединениям, которые с первых дней пандемии ведут активную, разносительную работу, помогают в решении реальных проблем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Конечно же, я благодарен нашим волонтерам, которые уже более двух месяцев в режиме самоизоляции помогают нашим старшим, многодетным и малообеспеченным семьям. К сожалению, на этом фоне всеобщей сплоченности находятся те, кто хочет громко заявить о себе на такой очень чувствительной для каждого человека теме. Хочу обратиться к каждому жителю республики. Я понимаю, разделяю ваше волнение, обеспокоенность, тревогу за себя и своих близких. Но сейчас всем нам нужно объединиться. Кто-то с сильным иммунитетом легко справляется и быстро выздоравливает. Но есть много людей с хроническими заболеваниями, которым помочь гораздо тяжелее. Поэтому сейчас очень важно не только беречь себя, важно чувствовать поддержку и помощь друг к другу. Вы очень активны, у вас много энергии. Давайте направим эту энергию на созидание, на спасение наших близких, родных и знакомых. И даже тех людей, которых мы с вами не знаем. Я понимаю, что соблюдать правила самоизоляции, ограничивать свое общение, особенно в течение уже длительного периода, это большая нагрузка. Но в нас живет память поколений, воинов-победителей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Рядом с нами живут наши старшие, пережившие тяжелейшие испытания депортации. Нам есть на кого равняться. И быть ответственным в наше время это тоже народный подвиг. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И в этот день, конечно же, я хочу поздравить всех наших детишек с Международным Днем Защиты Детей. Еще раз вам всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. Итак, сегодня 1 июня. Красок карнавал на асфальте можно наблюдать в День Защиты Детей. И один рисунок краше другого. В художественных работах раскрывается внутренний мир детей. Однако в этом году в связи с ограничительными мерами все рисовали дома. Кто на листе бумаги, а кто и в своем собственном дворе. Дети по традиции изобразили солнце, голубое небо, что символизирует мир. 1 июня – особенный летний день, который можно разнообразить рисунками. А также это веселое занятие и отличное времяпровождение. Я нарисовала девочку, рисующую радугу, как символ радости, веселья. И желаю каждому ребенку, чтобы он был окружен заботой родителей, чтобы он был здоров. Всех поздравляю с праздником, с днем защиты детей. Я хочу, чтобы все дети жили как в сказке. Их окружало волшебство и много единорогов. Я хочу пожелать всем, чтобы у них было море любви и ласки. Ура! Праздник, посвященный детям, приходит именно в первый день лета, когда начинаются каникулы, за исключением, конечно, нынешнего года, когда поют птицы, ярко светит солнце, расцветают летние цветы. И в этот день звучат и песни, и стихи про детство. Детство, детство, детство – это свет и радость, это песни, это дружба и мечты. Детство, детство, детство – это класский латук. Детство, детство, детство – это я и ты. Ярко, ярко, пусть пылают лишь рассветы, ночью звездной пусть спокойно спят поля. Детство, детство добротой не зря согрета. Детство, детство завтрашних людей земля. Детство, детство, детство – это летний вечер. Парус неба и хрустальный звон зимы. Детство, детство, детство – это значит дети. Дети, дети – это я и мы. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети. И мы на мире жить. Должны смеяться дети. Должны смеяться дети. Должны смеяться дети. И в мирном мире жить. Таким был понедельник «Карачао-Черкесия». Прямо сейчас продолжение сериала «Черная кошка». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова